Сегодня отмечается День Героев Отечества. Праздник, учрежденный указом президента в 2007 году, уходит корнями во времена правления Екатерины II. В 1769 году императрица учредила орден Святого Георгия Победоносца, которым награждались воины, проявившие наивысшую доблесть и отвагу. Вплоть до Октябрьской революции в России отмечался День Кавалера Георгиевского ордена. С приходом большевиков награда была упразднена. Сегодня в полковом храме настоятель, отец Александр, впервые провел молебен, посвященный Героям Отечества. Он уверен, что нам всем необходимо на них равняться. Доблесть – это не только красивая форма, доблесть – это способность добывать победу. И все, как вы награждали этим отличительным знаком, это те люди, которые могли добывать эту победу. Атаман Ростовского казачьего округа Виктор Могильный уверен, что и в мирной жизни есть люди, которые каждый день совершают свой подвиг. Я бы хотел отнести к этим людям и нашего духовного наставника, отца Александра, который каждодневно совершает свой гражданский подвиг, свой духовный подвиг во благо всех прихожан этого храма, во благо всех жителей Азова, а также по воспитанию молодежи. За активное участие и личный вклад в дело возрождения Донского казачества, становление его на государственную службу, воспитание подрастающего поколения в духе славных казачьей традиций и веры православной, приказываю наградить медалью за особые заслуги Мирошниченко Александра Анатольевича, протеерея, духовника окружного казачьего общества Ростовский округ, войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское, войсковой атаман казачий генерал Гончаров. Также орденом за особые заслуги награжден председатель Совета Стариков казачьего общества Азовский юрт Сергей Жедомиров. Поблагодарив за оценку своего служения, отец Александр напомнил, что среди священников во все времена было немало воинов-героев. Священник Азовского приходного полка, который был удостоен, был полный кавалир ордена Святой Анны. Это отец Дамиан Борщ, это легендарный человек, есть описание его, и ему в первой степени Святой Анны вручал сам император. Понять, насколько высока была награда Святой Анны, можно, сравнив ее ценностную стоимость размером более 2,5 тысяч рублей и годовую зарплату священников 36 рублей. Отец Александр считает, что необходимо изучать жизнь героев и на их примерах воспитывать подрастающее поколение. Главное, чтобы это все было, кому было передать, и чтобы после нас остался этот след, чтобы у наших молодого поколения, у детей было место в душе и в сердце для подвига. Оно должно оставаться. Утверждением всего этого есть слова, непреложные слова Спасителя. Нет больше той любви, кто души свою положил за друзей своих.